Так, господа, начинаем наш ежедневный обзор курса доллар-рубля. Еще бы мне хотелось, господа, сегодня начать. Но, во-первых, смотрите, помните, что мы на эту неделю опять вернулись к таким прогнозам в виде стрелочек. Хотя мы все время говорим ни уровни, ни стрелочки. Все это, безусловно, никакая не является аналитика. Мы это просто визуально отражаем то, что будет по фундаментальной части. И, смотрите, сегодня пошел сценарий обратно от того, что мы, собственно говоря, ждали. Мы говорили о том, что все-таки мы ждем поход в район 95, но не отменяли сценарий возврата на 93. Он его и выполнил. И также я вам говорил о том, что 90-й пока у нас остается все равно в фокусе внимания, с возможностью, вероятностью туда похода, потому что я вам также все это приводил и показывал непосредственно вот на этих графиках. Вот эти коридоры у нас дочерчены уже очень давно. Связаны они также только с фундаментальной частью, с эмиссией рубля. Никакой тут техники нет, ни хаев, ни лаев. Все здесь обосновано исключительно фундаментально. Потому что, как я уже говорил, никакие стрелочки, никакие уровни на самом деле рисования никакой прогноз вам не дадут. Все это абсолютное фуфло. Единственное, что это можно только гадать и когда-то угадывать. Значит, смотрите, ситуация следующая. Вот этот прогноз, то, что мы пойдем на 93, он рассматривался как на вариант дополнительного укрепления рубля. Но в целом мы все равно дополнительного укрепления пока, честно говоря, не очень верим. Хотя ситуация с данными по эмиссии рубля, которая вот выходила конкретно по, допустим, денежным агрегатам, да, показывала, что денежная масса постепенно снижается. Хотя мы в любом случае ждем с вами еще данные по валютным интервенциям. И исходя из них уже получим месячные данные по непосредственно эмиссии рубля. И вот там уже будет более понятно, мы уже об этом говорили, да, что прежде чем делать какие-то прогнозы, нам нужно получить массив данных определенный для того, чтобы понимать, куда же все-таки двигается курс, да. На данный момент я считаю, что то, что мы пришли на 93, большой вероятностью даже сыграло то, что сегодня еще и падал доллар. То есть, как правило, когда доллар падает, да, у нас все-таки, индекс доллара непосредственно, да, у нас все-таки, как правило, тот же Центробанк может закупать для того же Фонда национального благосостояния юань. И тем самым все равно в этот момент рубль ослабляется. Сегодня была картина несколько иная. Когда я сегодня, например, находился на персональном сопровождении и непосредственно с 7 утра уже наблюдал динамику, я вам хочу сказать, что здесь уже непосредственно в 7 утра картина была достаточно интересная. То есть, юань вначале пошел вверх, вот, в район 12.90, потом он начал постепенно снижаться. А потом была попытка еще одного задерга. То же самое происходило с долларом. Вот здесь очень наглядно видно, да. То есть, вот у нас открытие дня, вот она. И вначале был небольшой поход вниз, а потом тут же поход вверх. А вот отсюда уже начали снижать. При том, что доллар в этот момент, да, он довольно находился в состоянии, скажем так, рейнджевой динамики. Вот мы видим, что в общей сложности он сегодня упал на 0,37%. И вот здесь мы это тоже хорошо увидим с вами. Сейчас я вам покажу на 5 минутки. Ну, он видно уже и здесь падает. Вот, смотрите, да. Вот здесь у нас прям конкретно. К 10 часам он делает последний затерк. А в 7 утра, смотрите, он просто шел в рейндж. В рейндж просто вровень. Никаких движений не было. Что не скажешь по доллару-рублю. Здесь у нас картина была другая, да. Здесь у нас как раз был вот этот задерг, а потом пошли снижаться. Это, скорее всего, сигнализировало о том, что, конечно, Центробанк и Минфин не выпускают пока курс вот из этого диапазона, в который они сейчас его отправили, да. То есть, пока это все равно у нас в рамках не выше 94, вот здесь у нас был как раз пятницу, помните, подъем, когда в начале-то мы, в четверг, простите, а, нет, в пятницу, все правильно, в пятницу, когда услышали, собственно говоря, поставки, да, и мы ушли в начале, в моменте на 92,5, на Биульна там выступала уже и так далее, и потом откупились как раз вот за этот диапазон только 94, не выше. Сегодня мы практически вернулись обратно, практически туда, где мы уходили в моменте, когда, собственно говоря, на Биульна посняла ставку на 200 базисных пунктов, и вот здесь у нас мы, вот смотрите, 92,85, то есть совсем чуть-чуть не дошли до 92,50. 92,50 сейчас становится достаточно ключевой отметкой, на самом деле, для того, чтобы дальнейшее определять уже ситуацию с курсом. Сейчас мы с вами разберем календари и так далее, да, и, соответственно, подробно к этому вернемся. Да, просто я вам хочу сказать, что пока делать выводы рано, несмотря на то, что вроде бы отработал сценарий на укрепление рубля, да, а у нас было на ослаблении, на укрепление. И опять же, я вам говорил, что после той недели, когда выступала на Биулина и так далее, у нас будет только первый день, поэтому как бы давать прогноз о том, что мы там пойдем однозначно вверх или однозначно вниз, было нельзя. То, что там стоять посередине, но вот это тот самый потолок пока диапазона, который вырисовывается, да. Поэтому еще раз говорю, делать выводы мы пока близко не будем, тем более, смотрите, я вам покажу еще один фактор, а именно о ФЗ. Смотрите, они падают, они падают, что обычно приводит, естественно, к ослаблению рубля. Вот смотрите, чем у нас, собственно говоря, больше падали ФЗ, тем все больше и больше начинал ослабляться рубль. Сейчас картина несколько иная. Еще раз говорю, сейчас у нас были факторы, во-первых, уплаты НДПИ, так они фактически закончились, и тоже как бы уже вроде как не должны оказывать какое-то воздействие. Но надо учитывать, что сегодня и доллар падал. Вот этот тоже момент надо учесть. Поэтому, возможно, если, допустим, в этот момент уже курс находился, что называется, по отношению ЦБ Минфина в свободном плавании, да, но мы видели вот эту картину, единственное, которая смущает, ну, смущает, то, что вначале-то на 94, там 50 была попытка выйти, а потом начались распродажи. Естественно, это все проходило не в долларе, господа, это все происходило в юане. Вот он, да, потому что, как я уже говорил, для тех, кто канал смотрит впервые, непосредственно расчеты проходят именно в юане к рублю, а не к доллару к рублю. И все формирование курса происходит зеркально по отношению к операциям к юане к рублю, которые, соответственно, отражаются на доллар и к рублю. А доллар, он же у нас токсичный, с ним работать, что называется, ЦБ Минфин не может, поэтому это надо момент учитывать. Поэтому я и говорю, все вот эти гадания на кофейные гущи художников на курсе доллара, это полный бред. Вот кто является основным, собственно говоря, тем, кто, что называется, и отражает динамику непосредственно по курсу доллара-рубля. И также, господа, надо учитывать евро. Вот здесь была картина интересная. Вот здесь была картина интересная. Все-таки мы пробили 99.50 и ушли практически на 98.50. И вот здесь, собственно говоря, начали уже потихоньку торговаться. И вот обратите внимание, как размещались облигации. Видите, прямо видно, что здесь на самом деле негативная динамика. Поэтому, еще раз говорю, это, по идее, не должно было привести к укреплению. Но что мы видим, то видим, что попытка выйти за 12.85, да, вот она, даже чуть повыше. А, соответственно, по доллару это было 94.50 почти, да, хотел он туда пойти. Не пустили. Не пустили, провели интервенции. При том, что надо еще учесть, что в этот момент, конечно, сам индекс доллара тоже падал. Но не в тот момент, не в 7 утра. Да, он все-таки начал падать позже. Вначале он все-таки взлетел. В районе старшей 70 поднялся. И потом начал просто тупо уже понижаться. Почему? Потому что, господа, вот что у нас происходило с облигациями. Смотрите, облигации опять начали распродаваться. Почему? Ну, естественно, господа, золото. А я вас предупреждал о том, что коррекция будет в понедельник, но, скорее всего, она будет не очень большая. Почему? Потому что, еще раз говорю, у нас ситуация с наземной операцией до конца не разобралась. Она так и остается. Фоксе, внимание, смотрите, я вам сейчас, кстати, покажу в телеграм-канале. Буквально перед этим я кинул Совет Безопасности ООН 30 октября проведет заседание по вопросу наземной операции Израиля в секторе газа. Об этом сообщает РИА Новости под председателем Стыщи Бразилии. И вот что важно. Смотрите, заседание запросили Объединенные Арабские Эмираты, как вы понимаете, тоже связанные с нефтью. Заседание тоже состоится 30 октября в 15.00. 22.00 по Москве. Мы с вами еще этого не дождемся. То есть 20.55 у нас сейчас, а заседание будет 22.00. Поэтому вот эта вся ситуация напряженности, она остается. И мы видим, что золото никуда не откатило ниже 2.000. Я вам говорил, что мы можем в итоге пойти 2.020-2.040. И это вполне реально. Именно поэтому вот здесь мы видим, вот этот управляемый хаос потихонечку может выйти без управления. И тогда, соответственно, облигации резко начнут распродаваться. Пока они достаточно минимально распродаются. И при этом индекс доллара тоже у нас крепости не испытывает. Но надо учитывать, что и нефть, господа, да, сегодня она, естественно, поймала коррекцию. Что я вас и предупреждал. То есть вот этот чистокол до 90, до 87, он так и продолжается. Вот это тоже ожидание нефти в ситуации, связанной с Ближним Востоком. Поэтому, естественно, ситуация с курсом рубля, она, естественно, с этим переплетается. Потому что еще раз говорю, напоминаю, те, кто, как говорится, впервые смотрит канал. Нефть является самым краеугольным инструментом, самым главным, собственно говоря, субъектом, который, или объектом, который непосредственно ориентируется вся ситуация с рынком. Вся, абсолютно. Потому что здесь получается зависимость и курса доллара, самого индекса доллара. Не курса доллара, а индекса доллара, да. Потому что цены непосредственно в нефти находятся в долларах. И когда американцы хотят подавить цены на нефть, а в последнее время они только этим и занимаются, то, соответственно, начинает укрепляться доллар. Повышается доллар и начинает давить на цены на нефть, да. И при этом, соответственно, американцы борются мало того, что с ситуацией, естественно, с инфляцией, почему так важно им, чтобы нефть, собственно говоря, дешевела, так еще и непосредственно с тем, что российский бюджет зависит, безусловно, очень сильно от нефтегазовых доходов. И, соответственно, так как продается-то российская нефть не по бренду, а по Юрлс, чем выше бренд, тем выше Юрлс. Вот смотрите, у нас был Юрл в свое время аж 84 достигал. Когда-то под нефтяными потолками мы были всего лишь на 52, а сейчас мы находимся на 74. То есть все-таки с 84 на 74 доходы снизились, снизились доходы. Да, там по бюджетному правилу они рассчитаны совсем по более низким ценам, да. Там в районе, по-моему, они закладываются в районе 60 с чем-то, 68, если я не ошибаюсь, или 60, или 68, потому что, ну, изначально. Потом бюджетные правила они собираются тоже пересматривать, и потом, типа, уже конкретно приравниваться к тем текущим ценам, которые есть, а не те, которые номинально они там, что называется, изначально согласуют. Поэтому, естественно, эта ситуация имеет огромное значение для наполнения бюджета Российской Федерации, а значит, либо эмиссия рубля, либо ее отсутствие, а это значит, либо девальвация рубля, либо ее отсутствие. И также, соответственно, для поддержания СВО, потому что понятное дело, что для СВО бюджет Российской Федерации тоже должен получать определенные доходы, и, соответственно, эти расходы перекрывать. В связи с этим, безусловно, нас это абсолютно волнует сразу с этих двух факторов, а Америка, естественно, контролирует, чтобы бюджет Российской Федерации не доразарабатывал, и для поддержания СВО денег тоже не было. Поэтому, еще раз говорю, все упирается в нефть. Нефть является основой основ, и все маневры с валютой, как правило, тоже возникают именно из-за того, что вот эти вот давления возникают искусственные, там попытки сдавить цены на нефть, сбить рыночные, да, также там всякий санкционный режим, всевозможные ограничения, потолки и так далее. Все это, безусловно, откликается в итоге на курсе рубля. Поэтому, еще раз говорю, никакие стрелочки, никакие уровни, никаким образом прогнозировать курсы валют не позволят. Это надо четко понимать. Теперь смотрите дальше, господа. Разобрались мы, собственно говоря, с тем, что у нас произошло на рынке. Но давайте еще туда отогинем ситуацию с американским рынком. Помните, я вам говорил, будет коррекция отскок непосредственно после того, как закончатся выходные. Вот, как говорится, оно так и получилось. Почему? Потому что, как я уже сказал, рынок отыгрывает пока положительный момент. То есть, рынок понимает, что ситуация еще не разрядилась до конца, да, но вот эта операция наземная не произошла. А впереди ожидание Пауэлла, впереди ожидание протоколов РС, отчеты Apple и так далее. И вот это держит все рынок. Мы видим, что, конечно, золото у нас продолжает все равно оказаться на максимальных значениях. И при том, обратите внимание, если в две прошлых недели у нас все-таки возникали коррекции, достаточно такие обозримые, да. То есть, вот здесь была коррекция, вот здесь была коррекция, вот здесь была коррекция. Здесь нету. Здесь совсем чуть-чуть. Она была, но она совсем минимальная была. Там откат прям был совсем несущественный. Если посмотреть внутри дня, давайте посмотрим, какая интереса. Она вначале была, но, еще раз говоря, она была достаточно несерьезная. То есть, здесь в любом случае, естественно, ожидание повисает именно больше возможности создания риска. Так, ну, ничего, мы здесь зависли. Так, два часа. Иделья, день. Так, здесь, походу, график. Походу, график. Бывает такое. Так, давайте еще раз. Ну, вот смотрите, на пятиминутке, вот она, небольшая коррекция, вот, совсем небольшая. Вот она была. И сейчас золото опять у нас возвращается к 2000. То есть, опять же, туда же, да. Он даже, походу, сейчас вот, вот с 2000 уже опускается. Вот, вот она была, небольшая коррекция. Но как только... Ну, как может быть, это у него получается... Ну, как фьючерсы... Нет, фьючерсы нас не интересует. Нас интересует именно золото. Напрямую. Давайте капитал там посмотрим. Ну, вот около 2000, короче, оно так и остается, да. Вот, была небольшая коррекция с утра. Небольшая. Дальше, соответственно, все это дело восстановилось. Поэтому еще раз говорю. Здесь мы все-таки видим картину, что у золота есть все-таки... А вот, видите, здесь уже снизилось. А на том он показывал все-таки на 2000 держал. А я же помню, что коррекция была. Поэтому я и смотрю, думаю, странно почему-то. В общем, видимо, график подвис. Но в любом случае мы, как говорится, на 2000 пока удерживаемся. Видите, совсем чуть-чуть откат. Но коррекция была. Вот. Вот она теперь точно видна. Поэтому еще раз говорю. Здесь пока режим ожидания повисает. В связи с этим американский рынок у нас никуда сильно не растет. Но и в то же время перестал падать. То есть он чистой воды пока пытается корректироваться. И достигнуть он может прокачать условно 4.180, 4.200. Пока вряд ли на пробой. Но как бы вот сейчас они пытаются отыграть этот позитив. И, естественно, все ждут, что же будет ситуация со Советом Безопасности ООН. Поэтому еще раз говорю. Смотрите. Все вот эти движения пока, да, я считаю, они пока не револентны. То есть мы их, конечно, можем воспринять во внимание, принять. Но пока я считаю, это не тот сценарий, который, скорее всего, будет развиваться. Есть определенные намеки, что мы можем в итоге пойти вот в эту зону, как мы изначально с вами говорили. Что 90 у нас остается в центре фокуса внимания. И 92-90 с половиной вот здесь может стать вот в этом диапазоне. Как вот было вот здесь. Но еще раз говорю, пока говорить рано. Давайте быстренько разберем календарь. Значит, смотрите. Кстати, по прогнозу здесь тоже мы сейчас, если что, потом немножко поскорректируем его. Значит, по ВВП Германии у нас сегодня были данные и индекс потребительских цен в Германии. Я вам говорил, что половину календаря я выкинул, потому что он показал в последнее время не очень, скажем так, существенные какие-то воздействия на рынке. А мы уже говорили, что мы в ситуации прогнозов всегда двигаемся по системе актуальности. То есть, если мы видим, что данные, скажем, производят определенный эффект, да, то мы, естественно, включаем их, обязательно их анализируем. Если мы видим, что они становятся неактуальны для воздействия на курсы валют, например, да, мы, соответственно, их откидываем, уже эти данные не, как говорится, не отслеживаем. И вот, если они уже потом появляется, какая-то актуальность, мы сразу о них напоминаем и, опять же, начинаем их учитывать. Поэтому здесь я сказал, что оставили самое основное на сегодняшний день. Это вот ВВП Германии, потому что надо, собственно, иметь понимание дальнейшей ситуации с развитием мировой экономики, да. Ну и, соответственно, индекс потребительских цен в Германии, потому что это все, безусловно, будет давать сигналы определенные. Во-первых, а, на ситуацию с нефтью, как мы уже говорили, нефть пойдет вверх, значит, соответственно, доллар будет укрепляться. Видите, нефть сегодня скатилась и доллар тоже сегодня сильно не укрепляется. И, соответственно, естественно, данные по инфляции, а это вот как раз индекс потребительских цен в Германии. Это тоже имело значение, чтобы понимать, какая картина складывается в ЕС в целом и, соответственно, с большой вероятностью, какие будут дальнейшие действия поставки. А, значит, и, естественно, если, например, показывают уже замедление экономики, соответственно, это тоже может поддавить цены на нефть, да. Как мы помним, это все у нас общая цепочка. Теперь смотрите дальше, господа, да. Теперь уже давайте перейдем сразу ко вторнику. Здесь очень маленькие были данные, значит, по ВВП, сразу вам скажу, ситуация была, все-таки немножко он улучшился, а индекс потребительских цен несколько снизился. То есть, на самом деле, в принципе, по Германии вышли неплохая статистика с точки зрения экономики и она как бы намекала, с одной стороны, что все-таки вероятность повышения ставок, она больше растет, но при этом как бы говорила о том, что какой-то там, скажем так, сильной рецессии, из-за которой должны упасть цены на нефть, да, тоже как бы не присутствует. Поэтому, в принципе, эту статистику можно воспринимать, а нет, смотрите, в ВВП Германии все-таки был не такой хороший, то есть, был предыдущий 0,1, они-то думали будет хуже просто, вот в чем дело. То есть, он, получается, чуть оказался лучше прогноза, но в целом это тоже минус, то есть, в ВВП Германии замедляется. Вот, а непосредственно инфляция, да, она там немножко снизилась, но опять же там несущественно, и это все-таки нам говорит о том, что вероятность повышения ставок, или хотя бы оставаться как они есть, вероятность все-таки высока. Теперь давайте перейдем ко вторинку. Индекс деловой активности в производственном секторе Китая, как вы понимаете, это прежде всего будет связано, естественно, с Китаем, и, естественно, это будет связано с нефтью и юанем, потому что, во-первых, Китай оказывает влияние на нефть, если показывает, что у нее экономика хорошая, устойчивая, значит, соответственно, мировой спрос на нефть будет расти, так как он является основным драйвером, да, или, если, соответственно, цена начинает, вернее, если индекс деловой активности начинает снижаться, то есть экономика Китая замедляться, тогда процесс будет обратный, с большой вероятностью будут рассматривать, как, типа, что экономика Китая замедляется, а значит, соответственно, спрос общий мировой на нефть тоже будет снижаться. Опять же, это все чисто предполагаемые данные, то есть данные есть, а реакция на них предполагаемая, то есть вы должны понимать, что, еще раз говорю, все это на самом деле в рамках вот таких манипуляций, то есть смотрят на эти данные, исходя из них делают некие предположения, на них, правда, все равно реагирует рынок, вот это надо понимать. Почему надо в любом случае их учитывать? Потому что реакция рынка в любом случае будет. И вот в этой ситуации Китай еще помимо того, что он оказывает влияние на ситуацию с нефтью, он еще оказывает влияние, естественно, на свой юань. А юань, так как, еще раз говорю, рубль у нас, прежде всего, через кросс-курсы привязан к юаню, то тогда, соответственно, оказывается под действием рубль под него, да, то есть если непосредственно юань начинает укрепляться, это автоматом приводит к автоматической девальвации рубля. Если ЦБ Минфин в этот момент не корректирует эту ситуацию. Поэтому оба фактора мы учитываем, и воздействие на нефть, и воздействие на юань. И завтра, соответственно, будем ждать, что же там непосредственно в деловой активности Китая, то есть насколько экономика его устойчивая и развивается или нет. Потом ВВП Франции, как вы понимаете, это вопрос как ВВП Германии, то есть мы смотрим за экономикой Франции. Пресс-конференция Банка Японии. Вот это, господа, интересно и очень важно. На самом деле сейчас уже пошли слухи о том, что, собственно говоря, Банк Японии может пересмотреть свою денежно-кредитную политику, потому что все-таки доллар достаточно сильно за это время укрепился, и в этот момент все-таки создает проблемы для японской иены. А это, как мы помним, еще будет иметь огромное значение для ситуации, соответственно, с доходностью облигаций, да, которые, естественно, если станут более доходные, чем американские, мгновенно спровоцируют переток из одних в другие. В общем, важный момент. Пресс-конференция Банка Японии всегда в центре внимания тоже, как ситуация с ФРС. Дальше. Индекс потребительских цен в Европе в целом, в Евросоюзе. Также ВВП в Европе в целом, в Евросоюзе, да. И здесь, соответственно, как вы понимаете, нас интересует и инфляция всей Европы, и, соответственно, общая ВВП всей Европы. Это прежде всего оказывает влияние, конечно, на евро, но мы должны понимать, что это и оказывает ситуацию, естественно, на возможные решения по тому же, что будет делать ФРС. Потому что ФРС своей ставкой управляет всем миром. Сейчас я вам покажу еще один пост в Телеграм-канале, да. И заодно вы там прочтете очень важный момент, который вам, опять же, подтвердит, что никакие стрелочки, никакие уровни там, да, никакие фибоначи и прочее курс не предсказывают. Значит, смотрите. И прогнозирует по ним, это полная, ну, полная, извините меня, фикция. Расхождение между процентными ставками в США, Азии подуло дополнительный ветер в паруса доллара. То есть, понимаете, да, расхождение между процентными ставками в США, соответственно, укрепило доллар. А мы об этом с вами говорили. Теперь смотрите дальше. Заявил 27 октября Фредерик Нейман, главный экономист по Азии. Хотя, вот смотрите, важная фраза, для того, чтобы было полное понимание про то, что я вам каждый раз твержу. И вот эти 99% Телеграм-каналов, Ютуб-каналов вам об этом не расскажут. Хотя на обменные курсы влияет множество факторов, смотрите. Хотя на обменные курсы влияет множество факторов. Ни рисуночков, ни Фибоначчи, ни скользящие, ни художественные способности авторов канала, да. На это все, на валюты не влияет. Это все чистая воды, профанация. А вот множество факторов влияет. Разница в процентных ставках остается среди наиболее важных. И любой руководитель Центрального банка, почему я вам каждый раз говорю, давайте посмотрим, что там скажет Британия, что скажет Европа, что скажет Германия и так далее. Швейцария. Потому что любой руководитель Центрального банка, обеспокоенный дальнейшей волатильностью валютного курса, а это, что называется, как раз та самая изменяемость. Они обеспокоены. То есть, помните, я вам говорил про то, что никто не хочет, чтобы валюты ходили по американским горкам. Что они всегда стремятся к определенному диапазону. Поэтому, когда эти рисовальщики рисуют, а они рисуют именно хаи и лаи, понимаете, они отталкиваются от максимальных и нижних цен. И, соответственно, каждый новый их прогноз, это либо хай, либо лой какой-то. То есть, они на пиковое значение каждый раз. А курсы сами по себе, по природе, к диапазону стремятся, а не к американским горкам. Поэтому, еще раз говорю, это полная профанация рассчитывать курс с помощью только технических рисунков. И больше ничего. Потому что, еще раз говорю, курс это диапазон, которым управляет ЦБ Минфин. И дальше, смотрите, вот обеспокоенный этой дальнейшей волатинностью валютного курса, будет серьезно задуматься о том, чтобы позволить местным ставкам слишком резко отклоняться от ставок в США. Вот и все. То есть, вы должны понимать, что, естественно, ставка ФРС влияет на весь мир. И, фактически, именно за счет того, что американцы имеют именно резервную валюту, которую в свое время, так сказать, весь мир смог подписать и в итоге принять. А сейчас процесс идет в обратную сторону. То, вот, собственно говоря, благодаря этому все должны приспосабливаться к той политике, которую создают США. Именно через ставки, которые принимает ФРС, в том числе, естественно, господин Павлов. Именно поэтому, еще раз говорю, мы за этим внимательно следим. Когда у нас начинают выходить ставки других государств, мы все равно за этим сигналом и следим. Потому что пытаемся понять, насколько они ведут политику приспосабливания к той ставке, которую будет приниматься ФРС. И, как вы понимаете, это прямое воздействие на ситуацию с курсами валют. А главное, на их как раз изменяемость. На ту самую волатильность, которая и называется плавающий курс. Поэтому, еще раз говорю, господа, не ведитесь на все эти рисуночки, которые у нас 99% телеграм-каналов, ютуб-каналов показывают в сегменте как раз по поводу прогнозов курсов. Так еще и там платные услуги тоже оказывают. Я не знаю, что они там в платных услугах могут показать. Потому что уровень аналитики, он виден. Его нет. Аналитики нет. Поэтому, что они вам могут посоветовать в платном варианте, там уже большой вопрос. Так вот, смотрите дальше. Что у нас после этого, когда выйдут все эти ВВП? Дальше выходит индекс деловой активности. Кстати, ВВП Канады еще выйдет. Это тоже к вопросу туда же. А индекс потребительских цен, это, соответственно, инфляция в Европе. Индекс деловой активности в США. Вот это уже начинается как раз вопрос к доллару. К индексу доллара. Чем, собственно говоря, деловая активность в Америке более высокая, тем, соответственно, экономика Америки более устойчивая. Индекс доверия потребителей США. Вот это тоже будет иметь огромное значение. Потому что вот тут уже мы увидим, насколько ту самую инфляцию, те самые высокие ставки переносят на себя потребители. И насколько домохозяйство при этом не страдает и готово тратить деньги. Это огромное значение имеет для того, чтобы, соответственно, принимать дальнейшее решение по ставке. Но реакция на индексе доллара на это все может быть, но достаточно ограниченная. По одной простой причине. Потому что основные данные по рынку труда, по ставке ФРС, по выступлению ПАП еще впереди. И последнее, господа, что у нас было такое важное событие во вторник. Это недельный запас сырой нефти по данному Американскому институту нефти. Как я уже говорил, это будет иметь очень серьезное значение для ситуации с ценами на нефть. Но так как впереди, опять же еще, будут, вот это сейчас не официальные, как бы предварительные считаются, которые будут во вторник. А в среду выйдут официальные. На них уже будет основной ориентир. Но так как впереди ситуация связана, во-первых, а, с выступлением Павла, б, с принятием решения по ставке, с, ситуация с Ближним Востоком, да, это все факторы, которые будут сдерживать цену на нефть. То есть, если даже, допустим, выйдут хорошие запасы, то есть, они прям хорошо сокращаются, и это будет говорить о том, что цена на нефть должна пойти вверх, из-за того, что будет, возможно, там, заявление Павла при повышении ставки и так далее, нефть это будет ждать. Но вот доллар может начать уже реагировать. Если, например, нефть не будет расти, но мы увидим, что запасы уже хорошо сокращаются, доллар может пойти сразу на опережение, на, соответственно, подавление цен на нефть. Поэтому вот этот момент, господа, вы должны учитывать. Еще раз говорю, это, как вот только что я вам показал, многофакторный, многофакторный, множество факторов, множество на обменный курс валют, да, никакие ни стрелочки, ни уровни. Ну, а теперь давайте уже перейдем к прогнозу. Значит, смотрите, ситуация у нас в итоге оказалась неоднозначная по закрытию. Как я считаю, что это пока мы еще не определили окончательный диапазон. Во-первых, сезон все-таки отчетности заканчивается. Но, смотрите, ну, не отчетности, простите, а НДПИ. Значит, смотрите, вот, хорошо, давайте сразу вот сюда перейдем. Вот здесь нам будет более наглядно, опять же, по юаню, да, потому что мы от него отталкиваемся. Значит, смотрите, момент какой. Как я уже вам говорил, мы отталкиваемся ни от стрелочек, ни от уровней, ни от хаев, ни от лаев, ни от каких-то там тестов, ретестов. Вот оно. Вот этот импульсный бар. Этот импульсный бар появляется не просто так. Он появляется тогда, когда возникают большие объемы покупки юаня. А это происходит тогда, когда, например, выходят данные по валютным интервенциям, данные по эмиссии. И вот после этого мы, как правило, начинаем получать новый виток девальвации. И мы говорили, что либо мы будем находиться на фоне вот этих баров, в свое время мы там стояли, либо в итоге придем к этому бару. В итоге мы пришли к этому бару. Но дальше у нас, смотрите, возникает ситуация следующая. Тоже, как мы об этом говорили. При пробое 12.70, а это была середина вот этого импульсного бара, вот он у нас, да, еще раз. Вот он. Вот мы были тогда вот здесь и 12.70 удержали. А сейчас, смотрите, мы пришли на самое дно 12.60. И вот здесь уже появляется риск продавливания 12.60 и дальнейшее, соответственно, укрепление рубля, да. Но весь вопрос, что там будет с валютными интервенциями, какой будет объем их, первое. А второе, какая там будет именно конвертируемость от их самых валютных интервенций. Потому что ту экспортную выручку, которую получают, как мы помним, была еще одна проблема. Мало того, что ее не все возвращалось под законы указа президента, да, можно было оставлять для импортеров. Так еще и она приходила потом в неконвертируемом виде, например, с той же Индией. А объемы непосредственно работы с Индией сейчас тоже очень высокие. А руби, она не конвертируется. И это в итоге приводило к тому, что ЦБ шел и, собственно говоря, от Минфина получал напечатанную рубль. Потому что Минфин брал и под эти руби печатал рубли. А на эти напечатанные рубли уже ЦБ шел и покупал юань. Поэтому я говорю, тут процесс непростой, непростой. И надо поэтому исходить из реальных механизмов, а не рисунков и стрелочек. Поэтому смотрите, ситуация какая у нас получается. Сейчас мы получили указ обратный, да, что, соответственно, надо будет эту репатриационную выручку как раз, как можно больше репатриировать этой валютной выручки. Но вопрос, какая она, конвертированная, нет. Пока мы этих данных не знаем. Вот здесь они появятся. Как я уже говорил в конце недели. Вот здесь будут валютные интервенции России, которые проводит Минфин. И вот, собственно говоря, вот здесь будет тогда понятно, насколько работает этот указ президента. И насколько меньше становится эмиссии. При том эмиссию мы будем смотреть, естественно, вот здесь. Где у нас есть ежемесячные значения как раз по эмиссии рубля. Вот здесь мы будем смотреть непосредственно, как будет расти денежная масса. Хотя, мы уже сказали буквально там в выходные, да, о том, что денежный агрегат М2 постепенно стал снижаться. Вот он был 24,5, потом 22,10, вот 9,20 и 8 в итоге. То есть это вот буквально за август, сентябрь и октябрь. Вот за три месяца пошло снижение. До этого было все наоборот. До этого был только рост. А вот с начала года, смотрите, все равно эмиссия вышла. То есть денежный агрегат, видите, он в плюсе. То есть он 0,9, это получается у нас октябре 9,4 составлял. А уже в октябре, вернее, простите, сейчас же у нас октябрь, да. В октябре, а это в августе, в августе. Нет, подождите, август, сентябрь, сентябрь, простите. Да, сентябрь, сентябрь, октябрь. Вот смотрите, в сентябре, если брать с начала года, то в сентябре-то он был ниже 9,4. А уже непосредственно в октябре вырос на 10,1. Вот оно, видите. Поэтому тут, вот я говорю, тут как бы вопрос такой. Достаточно, за месяц тоже снизился, вот мы видим, да. С сентября на октябрь тоже здесь снижение. Притом здесь такое достаточно существенное снижение на 2,2 и на 0,7. И также мы говорили, что рост самой денежной массы, да, происходило прежде всего, господа, за счет чего? За счет кредитования, да. И мы говорили, что ставка как раз будет влиять на эту ситуацию. Также мы помним, что, соответственно, бюджет-то надо заполнять, а он-то достаточно дефицитный. И вот тут уже мы как раз вспоминаем с вами про ситуацию с ОФЗ, которая тоже сейчас показывает статистику-то не очень хорошую по размещению. Поэтому еще раз говорю, делать сейчас выводы, что мы пошли укрепляться на 92,90 крайне пока преждевременно. Да, мы эту 90 оценку как бы держим этот уровень. Мы все-таки ждем, что такой вариант не исключаем. Но пока на данный момент, вот я даже прогноз пока менять не буду. То есть у меня есть подозрение сейчас, что мы можем в итоге опуститься на границу 92. Есть такой вариант. Но опять же, это, соответственно, должен быть юань опуститься на 12,60. И вот тут будет очень важно, будет ли здесь пробой. Или все-таки мы здесь станем тупо в ожидании ситуации с валютными интервенциями. Будем ждать эту статистику. А исходя из этого уже либо пойдем резко на разворот вверх, либо наоборот начнем уже пробивать 12,60 и отправляться в район 12,20. То есть в эту зону. Но опять же, еще пока об этом говорить рано. А вот по доллару-рублю картина будет тогда следующая. Соответственно, мы приходим с большой вероятностью вот завтра, что может происходить. Пока есть у нас определенные причины считать, что 92,50 должен устоять. То есть ниже 92,50 с большой вероятностью можем не уйти. Гарантий к этому нет. В персональном сопровождении мы уже всех предупредили. И будем ориентироваться прежде всего в начале на 92,50. А дальше уже, соответственно, если все-таки он не устоит, тогда есть вероятность пробоя на 92. И в итоге мы тогда уже действительно можем ожидать вот эту зону в районе 90,92. И, соответственно, по юаню это в итоге дорога до 12,60. С возможными прорывами. Сейчас посмотрим, кстати, по технике. У нас здесь видно. Ну вот, смотрите, да, 12,60 уровень поддержки. Это конкретно коррекционный уровень. И, соответственно, самая основная у него поддержка будет в районе 12,50 вот здесь. То есть вот сюда он может, соответственно, в итоге опуститься, если пробьет 12,60. Но что-то подсказывает, что все-таки 12,60 пока мы, наверное, пробивать не будем. Гарантировать не будем, но посмотрим. В общем, на данный момент ситуация выглядит следующим образом. Ну и по доллару, смотрите, тоже, да, вот он, 92,50. Он тоже здесь стоит фактически сейчас у нас на уровне поддержки. Но есть еще кое-какие признаки, по каким 92,50 пока, возможно, пробиваться не будет. Это сейчас будет как раз показательно. Значит, смотрите, пока на данный момент, исходя из прогнозов, мы вот этот сценарий на укрепление с 95, ну давайте даже вот так сделаем, чтобы у нас это не здесь, простите, вот оно. С 95 на 94 места, вот как мы ждали, поход на 95. Сейчас это будет, скорее всего, 94. Сейчас мы по-другому покрасим. Это такой краткосрочный будет прогноз. Вот такого цвета он у нас будет. И вот это будет 94. Даже, я так думаю, что может быть в районе 94,50. Вот так. То есть получается, что у нас, если мы сейчас дошли до 93, то теперь подниматься будем не выше 94,50 пока. А вот дальнейшие пробои ниже 92,50, вот тут пока вопрос. То есть, либо мы все-таки сейчас встаем просто в ренж, но уже не возвращаясь там на 95 пока на данном этапе, а, допустим, в моментах там подниматься до 94, 94,50. И в то же время не пробивать пока ниже 92,50. То есть вот такая вот ренжевая динамика. Причин на дальнейшее укрепление, еще раз говорю, пока без этих данных не вижу. На ослабление рубля тоже очень высоко, мы видим, не дают пока. Потому что видно, что как только диапазон 94 выходит, сразу начинает продавать. Поэтому здесь вот такие признаки присутствуют. Ну, а если мы уже говорим еще ситуацию, берем с евро, то тут уже мы не удержали 99,50. И если мы действительно сейчас начинаем продавать эту экспортную выручку в более большом объеме, ну, тогда евро у нас может пойти на ослабление и может прийти... Я просто не хочу брать вот эти значения, потому что я, честно, не верю, что туда мы можем прийти. Вот официальный курс, грубо говоря, по евро, это 91,89. Вот здесь, вот в этом диапазоне. Исходя из того момента, пока началась вот эта вот эмиссия рубля и, соответственно, девальвация. Естественно, мы туда сейчас сразу не придем. Но промежуточные значения могут быть в районе 96. 96-97. Вот так. Если все-таки ЦБ продолжает, как говорится, этот процесс постепенной коррекции вниз. То есть продолжение вот этого смещения диапазона. Хотя, еще раз говорю, пока я в этот сценарий слабо верю. Либо мы все-таки останемся вот этой на границе 92 и будем ходить до 94. Либо все-таки, восстановив 93 уровень, да, мы с большой вероятностью можем пойти все-таки опять на 94,5-95. Но, опять же, вот пока не выше вот этих вот обозначенных коридоров. Потому что, еще раз говорю, они построены не просто так. Это все связано с эмиссией рубля. А вот какая она будет, мы узнаем с вами только позже. Поэтому, исходя из этого, пока делать выводы не можем. И вот тогда может произойти такой промежуточный. Вот смотрите, помните вот эту зону отскоков, да? Когда мы достигали, и тут же вот непосредственно всевозможные там словесные интервенции были, да? То есть фундаментальные факторы, на которых нас резко бросали. А потом оттуда все заново вот этот вот, весь цикл начинался, да? Вот здесь, возможно, в моменте ожидания мы можем попасть вот в этот промежуточный вариант. То есть не выше 94,5, да? И не ниже 92,5. Вот так. Вот в таком варианте. Вот мне кажется, на данный этап, пока это будет так. Хотя технически выглядит, что мы все-таки можем, собственно говоря, зайти в район 92. Также, господа, нельзя забывать момент, связанный с индексом доллара. Индекс доллара-то у нас тоже сегодня падал. Поэтому, но, это тоже момент надо учитывать, но тут момент есть такой, что когда доллар падает, как правило, у нас закупает юань, а его не закупали. Вот что мы видим здесь конкретно, да? Что у нас сегодня закупок юаня не было. Были наоборот распродажи, были интервенции. Вот она. Вот она идет, 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 идет. И если взять по евро, там то же самое происходило. То же самое. Здесь то же самое шли продажи. Вот если посмотрим на 5 минутки. Вот она. Вначале такой был подъем. Но обратите внимание, как раз за 98,50. Как раз была попытка вернуться за 98,50. До 99,50 не дотянули. Если до этого мы возвращались сразу на 99,50. Вот смотрите, предыдущая неделя как закрывалась. Ровно хоп! И 99,50 закрепили. А уже сегодня нет. Уже нет. И 99,50 не восстановили. Поэтому некие признаки тоже есть. Что все-таки укрепление рубля может продолжиться. Поэтому ждем пока все равно. Непосредственно на данный момент я считаю 92,50. 93 оставляю в прогнозе. 90, как мы уже сказали, тот осевой уровень, который пока локальное дно. И сценарий туда прихода вполне существует. Сейчас у нас есть вариант уйти на 92,50. Но при этом потом подниматься не выше 94,50. Вот тут уже будет вопрос, кстати, как будем проходить 93. Вот если мы в 93 застрянем, пробивать его вверх не будем. Вот тогда у нас появятся новые сигналы. И мы за этим, господа, как раз в персональном сопровождении будем четко следить. А вот если, соответственно, 93 мы пробьем, тогда опять появится новый сценарий. В общем, на данный момент у нас картина именно такая получается. Что укрепление рубля может быть продолжено. Вероятность при этом я оцениваю достаточно низкую. При том, что индекс доллара у нас, еще раз говорю, пока падал. Но с другой стороны, при падающем долларе не было продемонстрировано признаков покупки юаня в тот же фонд национального благосостояния. Поэтому я думаю, ждать конца месяца, вот сегодня 30-е, осталось у нас 31-е. Потому что, как правило, первого числа у нас появляются данные по инфляции. Но, но, так как, не по инфляции, простите, по интервенциям. Вот если мы здесь посмотрим, да, то есть же месячные значения выходит каждое первое число. На самом деле это не так, господа. На самом деле они выходят, как уже было замечено до этого неоднократно, именно после данных по валютным интервенциям. А они выйдут в пятницу. Поэтому пока режим ожидания. Пока режим ожидания с вот таким вот коротким диапазоном. Не думаю, что все-таки мы пойдем на укрепление на 90, потому что все-таки нужно будет накопить эту статистику. И в то же время, естественно, какого-то сильного ослабления рубля тоже не ждем. Теперь смотрите еще один момент. Вот видите, даже рубль в понедельник уверенно вырос к основным валютам. Доллар США и евро Китайский район упали на московскую биржу по этому торговому понедельнику. Рубль вырос в бивалютной корзине в единый день уплаты налогов. С учетом неожиданного решения повысить ключевую ставку сильнее прогноза. Но это вот все сидят гадают, что же это произошло. А вот смотрите, господа, есть еще один пост, довольно интересный, тоже связанный с курсом. ЦБ подтвердил свою позицию по ограничениям на движение капитала. В перспективе их нужно отменять. Позиция Банка России по ограничениям на движение капитала неоднократно высказана в ходе обсуждения мер по снижению волатильности валютного рынка. Это вот как раз те самые меры, которые мы сейчас наблюдаем. Что они как бы должны, соответственно, приводить к определенному результату. Но обратите внимание, вот обратите внимание, очень важный момент. Неоднократно высказанно в ходе обсуждения мер по снижению волатильности. Обратите внимание, не укрепление рубля, а именно снижение волатильности, то есть изменчивости. То есть вот это очень важный момент, надо понимать, что задачи стоят не каким-то образом укрепить рубль, а именно снизить его, вот эту непрогнозируемость, вот эти американские горки. Вот чего добивается ЦБ Минфин. Поэтому еще раз говорю, не обманываемся, понимаем, какие сигналы нам посылают. Не конкретно для укрепления рубля это делается. То есть если даже он там будет за стол, условно говоря, но будет стабильно, ЦБ Минфин это может, как говорится, устраивать, мы помним, потому что Набиульна заявляла, что нет никаких красных линий, абсолютно никаких. Вот согласно той ситуации, которая складывается, такой курс, соответственно, им будет нужен. Они такой будут держать. Но вот вопрос той же инфляции, вот это уже другое дело. Что при этом, естественно, рост инфляции. Теперь смотрите дальше. Значит, валютный рынок, который завершился выходом указа об обязательной репатриации в продаже экспортной выручки сроком на полгода, зафиксирован на уровне программного документа регулятора. И вот теперь смотрите. В понедельник ЦБ опубликовал проект основных направлений развития финансового рынка Российской Федерации на 2024 год и период 2025-2026. В острую фазу введения масштабных антироссийских санкций в 2022 году ограничение на движение капитала временно используется как один из механизмов поддержки финансовой стабильности. По мере нормализации ситуации на финансовом рынке и снижения рисков для финансовой стабильности ограничений такого характера в значительной степени были сняты, отмечает ЦБ. И вместе с тем ограничение движения капитала создает издержки для бизнеса, развития внешнеэкономической деятельности, инвестиционного климата и с учетом этого должны иметь точечный и ограниченный со временем характер. В дальнейшем необходимо двигаться в направлении их отмены по мере адаптации экономики к новым условиям, полагает ЦБ и РФ. То есть опять же какую мы с вами получили информацию, правильно, что это все временно, направлено это не для укрепления рубля. Почему опять же я склоняюсь, что вряд ли пойдет какое-то сейчас сильное укрепление, а направлено это именно на стабилизацию и прогнозируемость курса. Поэтому, господа, пока мы находимся все-таки в зоне некого, скорее всего, диапазона, а не какого-то там точки, откуда либо резко пойдем вверх, либо вниз. Но на самом деле вот эта точка, которая либо вверх, либо вниз сейчас есть, потому что впереди валютные интервенции и с большой вероятностью до их выхода сильных колебаний не будет. Но опять же мы вспоминаем выступление Пауэлла, выступление, соответственно, принятие ставки ФРС. Опять же вспоминаем, что я вам прочитал, что именно ставка имеет огромное значение именно по отношению к США, всех остальных стран, соответственно, решение по их, так сказать, ставкам в соотношении к Америке для того, чтобы оказывать определенное влияние на курс. Поэтому, естественно, эти факторы мы тоже забывать не будем. Здесь, скорее всего, все-таки пока, наверное, ожидание. Посмотрим, вот давайте еще посмотрим завтрашний день. Сегодняшний день, еще раз говорю, он пока низкопоказательный, потому что только первый день после решения по процентной ставке заявлений набиулины. А дальше уже надо будет ориентироваться по тому, как сейчас будет выставляться этот диапазон. Вот мы, грубо говоря, сейчас какой-то потолок нашли в районе 94,5, да, 94, 94,5. И пока вот ищем теперь пол. Вот пол мы пока еще не нашли. Будем сейчас смотреть. Так что, господа, пока настраиваемся на короткий диапазон с возможными еще попытками укрепиться рубль в район там 92, например, и дальше уже тогда засветится 90. А вот на ослабление рубля пока выше 94,5, я думаю, не пустят. Но будем смотреть. Ну и по юаню, соответственно, как я уже вам сказал, тут ситуация будет связана прежде всего, естественно, с 12,60. Вот это для нас краеугольный уровень и 12,80 по верхней границе. От 12,60 до 12,80, а 12,70 это та самая золотая середина того импульсного бара. Поэтому пока тоже диапазон не ниже 12,60, но и не выше 12,80. А там может быть и не ниже, не выше 12,70. Это сейчас мы будем уже наблюдать, как говорится, за эти дни. Вот такая, господа, складывается картина. По евро я вам тоже сказал. Так что, в принципе, будем теперь уже переходить в режим дальнейшего слежения и, соответственно, определения того самого пола. Потолок мы вроде какой нащупали, а вот пол пока еще нет. Так что наблюдаем. На этом, господа, напоминаю, те, кто интересуется не только курсом доллара рубля, а вообще финансовыми рынками, подписывайтесь на наш телеграм-канал Трейдер Клаб, анализы акций. Также напоминаю, что там у нас есть платная услуга по сопровождению ваших непосредственно позиций сделать. То есть, либо вы покупаете или продаете валюту, либо вас интересуют акции, там неважно. Вы заходите, находите вот такой пост, в него переходите по ссылочке и, соответственно, оставляете запрос. Вас с вами свяжутся, расскажут все, как это будет происходить, каким образом будет идти персональное сопровождение и каким образом будет оно осуществляться. Также напоминаю, что у нас есть абсолютно живой чат в канале, в котором вы можете также делиться своей аналитикой с другими подписчиками, соответственно, участвовать в дискуссиях, спорить с администраторами даже и так далее. Без проблем, главное, чтобы все это было аргументировано. Так что, в принципе, это живой настоящий такой трейдер-клуб, а не какой-то там Тинькофф Пульс для каких-то троллей и всяких маргинальных личностей, которые даже понятия не имеют, что такое торговля на рынке. Поэтому, если что, приходите к нам, подписывайтесь, мы будем только рады. На этом также напоминаю, что, не забываем, господа, ситуация с Ближнего Востока у нас в центре внимания. В любом случае, она никуда не разрядилась и золото нам, как говорится, в этом плане в помощь. Мы видим, что оно никуда особо ниже 2000 не уходит. То есть, риск он все равно остается и может быть реализован в любой момент. С доходностью облигаций он тоже все показал, так что имейте в виду. Также, господа, напоминаю, что, кстати, доходность не показал, извините. Вот доходность не показал, но она снизилась, немножко росла, потом вроде бы снизилась. Давайте просто глянем, чтобы не быть голословными. Вот, смотрите, немножко она подрастала, снизилась десятилетки, а двухлетки тоже, тоже немножко подросли, немножко снизились. Доходность облигаций имеет огромное значение, господа. Мы помним об этом, да? Те, кто канал впервые смотрит, может об этом не знать. Но еще раз говорю, все уже мы не сможем укладывать в весь хронометраж, так как все-таки очень много получается времени рассказывать все факторы. Поэтому, если что, пересматривайте предыдущие видео. На этом также напоминаю, что, естественно, будем делать обзор каждого дня. На каждый день будем снимать видеоролик, разбирая все эти события, связывая их все в одну цепочку. И, соответственно, собирая всю мозаику того, что могло бы воздействовать непосредственно на ситуацию с курсом. Как мы помним, курс плавающий, поэтому изменения происходят каждый день. И, как вы только что прочитали, много факторов на это влияет. Именно всеми этими многофакторами мы непосредственно и учитываем. И поэтому у нас идет именно анализ. Все остальные рисунки и так далее – это профанация, это просто художество, не более того. И за реальный анализ это считать нельзя. Будьте осторожны с такими анализами. И это очень большая вероятность попасть непосредственно, что называется, в убытки. И, например, взять валюту не там абсолютно, где это нужно было делать и продать не там, где нужно. Поэтому, имейте в виду, этот момент тоже надо учитывать. Также напоминаю, что, естественно, в конце недели, в пятницу мы подводим итоги. У нас выходит итоговый выпуск. И там мы непосредственно собираем весь массив данных, который поступит за неделю. И смотрим, куда что пришло. И, естественно, начинаем закладываться уже на воскресенье, когда мы будем делать обзор следующей недели. Где мы будем уже создавать свой заново календарь уже на следующую неделю. Разбирая каждый день все события, которые могут повлиять и каким образом могут повлиять. И, естественно, исходя из этого, приближаемся, еще раз говорю, не гадаем, не предсказываем, не рисуем, а конкретно приближаемся к прогнозу с помощью анализа тех событий, которые могут произойти. И, соответственно, той статистик, которая будет выходить и накапливаться за выходные, для того, чтобы уже приблизиться к реальному прогнозу курса доллара рубля максимально близко. Еще раз говорю, не угадать, не предсказать, не предвидеть, а именно спрогнозировать. И, исходя из этого, уже мы будем делать прогноз на следующую неделю. Так что, если не хотите ничего пропустить, если хотите во всем разбираться, если не хотите просто быть пассивным зрителем художественного зала, в котором художник рисует, как он это видит, то подписывайтесь на нас и будьте в курсе.